здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня у нас спонтанное вот прям вот такое путешествие не путешествие на нашу знакомую улицу кожевническую которой я хожу маршрут у меня есть подопотопной москве очень любимая одна из любимых моих улиц кожевническая улица очень старая улица известная с 12 века а вообще-то вот официально уже 14 века она вся стояла на допотопных подвалах сейчас от нее почти ничего не осталось остался единственный дом старинные палаты 16 века ну вообще их причисляют к 17 веку у нас потому что до 17 века ничего не было до романовых на самом деле это очень старая палата они естественно закопаны и откопаны там 40 лет в этом здании находилась издательство журнала знания села и вот сейчас его выкидывают на улицу и я боюсь что это здание подготовит к сносу ну как вот руинирует поймут потому что если она станет безжизненным если оттуда уйдет организация то она начнет потихонечку разрушаться по всей видимости к этому и ведут потому что это последний вот эти палаты остались остальное уже практически разрушена там еще где-то две-три усадьбы по всей улице была она вся на сводчатых подвалах все эти усадьбы были во всей этой улице поэтому сейчас идем смотреть что там вообще происходит хотя бы что-то как-то узнать потому что мы знаем что там есть не только вот полуоткопанный этаж а еще есть под ним подвал удастся нам туда попасть я не знаю было бы здорово если бы нам хотя бы вот показали ну и конечно как-то как-то оберечь сделать какой-то оберег этому зданию на что он еще стоит не не просто на кожевнической а на углу со шлюзовой улицей кстати шлюзовая улица это екатерининский канал с 18 века там были шлюзы по всей видимости сейчас конечно ничего нет но это очень древняя они уже этот угол практически привели к руинам там остался один жилой дом который не позволяет застройку сделать вот этими безумными стекляшками то есть кирпичное мощное старинное здание сносится руинируется и застраиваться вот этими безумными стекляшками это вот это я у меня даже слов нету что это такое нет такое возмущение но оставьте нам хоть кусочки москвы оккупанты вообще чуть чего творите чем вот сейчас пойдем будем снимать и тут захватывает но что-то всегда это высота на вот по подтягивает до так сейчас я это уже эту ямещу вот она начала кожевнической улице вот кожевническая который стояла вся на усадьбах на сводчатых стенах туда вся вот так застраиваться есть тоже были усадьбы старые цветы застраиваться вот такими стекляшками многоэтажными вся улица рядом старый дом хотя у него датировка начала века тем не менее у меня есть информация что он гораздо старше но сейчас случилось и вот они эти особняки которых у меня началось исследование до потопки москвы вот именно вот этих домов кожевническая 1113 где была датировка 1853 год осталось несколько особняков а дальше стекляшки 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 дальше промзона но промзон зона то тоже была восхитительная это было красный кирпич это было мощно здесь были заводы на этой улице жили уже предприниматели а до этого здесь до этих предпринимателей здесь были сводчатые стены потому что улица тоже засыпана под засыпом здесь кругом у тебя подвала на сводчатых стенах все это было и при Иване Грозном и известные эти места официально 14 века а еще есть и в двенадцатый век уходит естественно потому что все эти места были заселены здесь были фатьяновцы так называемая фатьяновская культура рядом река и рядом Екатерининский канал 18 век какие технологии но очень мало что осталось вот несколько домов несколько усадеб остальное все руинируется уничтожается для того чтобы через некоторое время построить здесь очередную стекляшку палаты 17 века даже они здесь и раньше мы сейчас идем туда палатам 17 века наша цель вот это здание постройки тридцатых годов это были советские бани шел у нас разговор об алмазных трубках кимберли и идем и вот она нам встречается алмазные трубки очень непростые эти алмазные трубки и история их появления совсем не та по всей видимости которую нам всем предложили в геологии синхронизация говоришь о чем-то и тебе попадаются на глаза вывески подтверждающие сигналы поддержки что верно мыслите товарищи и вот уже что-то осталось за второй этаж такой кажется не обжитой обглупляется здание внизу еще используются усадьбы а вот уже руины прикрытые здесь тоже были усадьбы на этом месте вот уже новодел который тоже разрушается и новодел но вот это все было в усадьбах все а вот этот дом специально подожгли потому что есть задача чтобы освободить эту территорию и застроить ее потому что как раз там там и вот канал екатерининский идет вот снести вот эти все дома потому что здесь есть какой-то дом который живет люди не выезжают и вот они пока не могут все это разрушить и снести а здесь вот пожалуйста руины все в руинах ааа отлично а ассампризис не поддерживает ааа а ассампризис не поддерживает а ааа ааа вот еще одни руины Тоже была когда-то усадьба. Это здание номер 20. Памятник архитектуры федеральный. Палата 17-18 веков. Хотя я говорю, что своды мы сейчас очень хорошо, мы их не увидим. Не было возможности снять нормально Светомова. Но тем не менее, эти своды, такие же своды под всей Москвой, которые датируются более ранее. Такие же своды в Европе, которые там вообще началом века, началом нашей эры датируются. Понимаете, поэтому какая тут на самом деле датировка, большой вопрос. Это палата официально 17-18 веков, принадлежавшая купцам Лихонинам. Внутри сохранилась старинная израсовая печь. Здание доведено его пользователям, федеральным компьютерным центром информационных технологий до аварийного состояния. Частично отсутствует крыша. Западная стена полностью обрушена. И дом номер 20, строение 19. Жилой дом Крышенинниковых, построенный в 1800 году. Дом имеет три этажа. Он тоже сейчас в руинах находится. Типичный пример застройки ремесленной улицы Москвы. А где же мы заходили-то? Ой, стены, стены, старые стены. Окно здесь, да? И вот здесь фрагмент. Одна усадьба. А за ней стоит еще одна старая-старая усадьба 17 века. Хотя она может быть и гораздо старше. Вот здесь мы заходили. Да, вот здесь мы заходили. А вот в этой. Ну, это уже поздние постройки, видно. Лепили, как придется. А здесь была усадьба. Вот так они выглядели. Ну, тоже не в самом лучшем состоянии. Не используется он подвальный этаж. Который, на самом деле, засыпанный этаж. Это не окна. Здесь своды как раз есть. Своды, огромные кирпичные своды. Как метро. Вот он так был со двора. Сейчас мы увидим, в каком состоянии он находится. Вот еще так было. Не так давно. Кто-то зашел, сфотографировал. Сейчас посмотрим. Еще был целый дом. Вот он этот подвал. Ну, туда страшно ходить. Страшно. Ну, туда не пойдешь. Там страшно. Единственное, только своды хоть посмотреть. Да, была арочка. А здесь уже подстроена. Охраняется или хранится? Ага, охраняется. Я не пойду, я просто... Подвал, он недооткопанный. Здесь земля прям вот сверху. Вот копали, трубы прокладывали. А что там дальше, никто и не знает. Какие там основания, где там тундаменты, куда эта глубина везет, неизвестно. И так большинство подвалов занимают пользователи, предприниматели, я не знаю, что у них там под ногами находятся. Вот они, эти своды, своды. Даже чуть-чуть виднеется. Вот вся Москва на таких сводах. Вся эта Кожевническая улица. Ну, знаешь, нет практически. Еще сейчас. Хоть так. Да, вот они, своды. Свочатые, свочатые. Туда немножко наверх. Да, 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 да. Отлично. Ну, видно, что это своды кирпичные, старинные, старинные. Вся Москва на них, на таких сводах. Вот она туда дальше идет. Ну да. Прям так и тянет зайти туда. На таких сводчатых подвалах. Поддерживали, уже ставили эту стену. Там уже новострой. Его уже ремонтировали. Там частично вот фасадная стена вроде бы, может быть, родная. А это уже видишь, что это силикатный кирпич. А вон там старый кирпич. Вот он, да. Насколько тут. Да, да, да. А это уже потом достраивали после катаклизмов. Вот на этих сводчатых, они кругом, эти сводчатые подвала. Да, вот этот вот старый кирпич. Но он рушится, конечно. Его, я не думаю, не подлежит восстановлению. Единственное только что. Там такие мощные фундаменты, вот эти сводчатые стены, что они выдержат все, что угодно. На них можно поставить новый дом. И вот эта вот фасадная стена очень крепкая. Она тоже не разрушенная. Сам кирпич, что он не гнилой. Можно, мощь вообще, да. Вот эти стены кирпичные, тоже мощные. Нет, эти уже и грибок здесь. Вот это все, конечно, не восстановишь. Это уже дранка была, она полетела. Межперекрытые перекрытия. А вот несущие стены, они могут еще выдержать. Вот та фасадная стена и вот эта несущая. Ну и плюс сами вот основания, то, что там под ними. Да. И вот все здесь было. И вот эти все дома на таких же сводах. Все, все, все. Вон там они виднеются. Все здесь, вся Москва была. Вся улица такая, кожевническая. Тут еще руины. Вот они его закрыли. Вообще он весь... Его сжигали. Старенький-старенький дом. На них покушаются на всю эту территорию. Все в руинах. Все усадьбы в руинах. В пилице почти ничего не осталось. Вот это жилой дом, который мешает застройщикам. Вот они хотят это все снести. Вот она усадьба официально 17 века. Палаты. Журнал «Знание и сила», который выгоняет на улицу. Которым есть помимо вот этого уровня, есть еще под ним подвалы. Это нам говорили охранники. И вот он канал Екатерининский. Отводной канал 18 века. Дом по 1730-х годов стоит, предполагаем, на таких же мощных фундаментах, сводчиках, как и эта усадьба, эти палаты. А сейчас попробуем обойти. Камни какие-то у меня есть еще. Обитый кирпич. Вот его отгородили стеной. Откопали его. Вот это все получается под уровнем земли было. Все эти окна. Почему такие маленькие окна, интересно? Так, вот здесь вообще, видимо, это уже было окно пропущено. Вон там окно. И туда вниз. Вот это все было на уровне над землей. Над землей. Вот настоящая история. Чудом сохранившаяся дверь была. Потому что она изначально была, но нет, может быть, пробита. Может быть, когда-то были здесь входы, только поменьше. Такое ощущение, что здесь что-то было подстроено. Крыльцо, что ли, какое-то было. Почему такие маленькие двери? Что, лилипуты какие-то здесь жили в это время? Странные. Высота очень маленькая. А так, как в сказке, небо голубое. Как в сказках Рома. Ну, я говорю, что здесь вот что-то было, во-первых, подстроено. Ну, разрубали. Вот, вот нарушен рисунок. Один был рисунок. Это уже более поздние постройки. К этой двери, наверное, или крыльцо какое-то было. Вот здесь вот. А здесь балкончик, да. Да, двери, возможно, это тоже стены еще какой-то вот старой постройки осталось, которую потом переделали. Вот это вот. Тоже, может быть, что-то палатное было. Потом ее продлили, переделали. Потому что ходы, вот они, да, друг напротив друга. Есть такой момент. Трудно сказать, как это выглядело изначально. Какой был замысел строителей. А саму бумагу официальную они вам выставили? Вот, что вы не платите. Нет, мы просто не продали. Да, они в сутки нас уже подали. А можно где-то эти бумаги почитать? А может быть, мы как-то кинем кличи? Может быть, как-то юристы помогут вам или еще что-то? Может быть, вообще какое-то обращение общественное сделано? Значит, это федеральная собственность. Да. Но федералы ее у Москвы долго отнимали. Потому что Москва присвоила в 90-х. Вот как только они в конце 19-го года вступили в права. Федералы. Федералы. Они с нас сразу потребовали громадные для нас деньги. Так, а Москва вам помогала, да, получается? У Москвы нам льготную аренду плату давала. В Москве есть. У федералов такого понятия вообще нет. Льготная аренду плата. И федералы стали с нас требовать по 700 тысяч в месяц. Это практически сколько? 30 и... Ну, в 20 раз больше. В 20 раз больше. У нас таких денег нет. Ну, вот они, мы с ними бодались, бодались. Арендный договор, заключенный в 83-м году, кончается. Они его не продлевают. Мы теряем юридические права здесь находиться. Потому что без договора нас могут выкинуть просто с полиции. Ну, это, видимо, и стоит такая задача, чтобы вас просто выкинуть. Ну, я не знаю. Хочет это какой-то олигарх захватить. Есть такие слухи? Нет. Они могут, они вместе этот район снести? Это 17-й век, это память федерального значения. Снести его не могут. Но, чтобы какой-то богатый человек сделал свой клуб личный. Могут, да? Это в память может быть, да. А вы можете нам показать подвал его? Нам просто говорили, что нас могут запустить. Мы как-то экскурсию водили. Ну, вы знаете, просто мне уже надо уезжать. А может нас, вы можете нам помочь? Давайте я помажу. Покажите нам, пожалуйста. Можете. Давайте мы ее закроем, чтобы никто не вошел сюда на ключ. Чтобы знание и силу выгоняли на улицу это что-то. Так, вот они у нас, тенища. И вот они у нас, вотчатый подвал. Опа. А нам сказали, что есть еще внизу, да? Нет, нет, нет. Есть, есть. Нам говорила женщина, что еще есть. Но если вы нам как бы не показываете, ладно. А вообще было бы интересно. Она говорила нам, что здесь под ним есть еще подвалы. Вот они, это вот вся улица, вот кожевническая, она вот на таких сводчатых, крепчайших, крепчайших. Это еще с Ивана Грозной. Здесь фильм Иван Грозный, кстати, снимался. Да, здесь снимался Иван Грозный. В этом подвале именно. Ой, можно я вот так про это? Да, пожалуйста. А это вы тоже это все на вынос? Нет, нет, нет. Это наше имущество. Ой, ну слава богу. Ну вас хоть куда-то, какое-то помещение вам дают? Даже не знаю. Не знаю. Так, вот шины. Галя, смотри, вот эти вот шины кругом эти проходят. Интересно. Какого они, какого они времени, эти шины? Они вроде как литье. Нет, это современное. Это современное. Но сами своды. Дверь была. А дверь, интересно, с какого времени вот эта вот? Действительно. А дверь-то старая. Ну, может быть, она не 17 века, но с 18-го похожа. Это даже не 19 век. Да-да-да, Игорь Александрович, извините. Ох ты. Все, все, сейчас. Ага. Это вот те окошки, которые вот... Точно, я говорю, что они там... Иду-иду, и все, идем. Идем, 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 все, идем. Сейчас несколько фотографий сделаю только. Какая у него... Какая ширина? Ну, метр здесь есть. Метр здесь есть. Здесь есть метр. Ой, ну, если они на него попустятся, на это здание, я вам просто не знаю вообще. Проклянем их всех. Так вот он, Екатерининский канал, отводной канал от Москвы-реки. Вот какой уровень Москвы-реки поднялся, когда они его строили? Потому что если уровень воды поднялся в 18 веке, как вот обнаружил Михаил Гейко, где-то вот в районе 18 века, на 7 метров поднялся, то в это время, может быть, и строили канал? Вообще очень сложно сказать. Очень сложно сказать, потому что засып, он, получается, был все-таки позже. Он был в 19 веке, засып. Вот вопрос. Вот тоже бы водолазов туда погрузить, посмотреть, что там находится. Так, а вот этот район, его хотят снести. Вот этот жилой дом их держат, так бы уже все снесли. Значит, захват идет этих территорий. Получается, что не Москва, а федералы, наоборот, покушаются на это здание. Они выселяют журнал «Знание сила». Поставили невозможную им аренду и вынуждают их покинуть здание, которое они занимали 40 лет. Ну это что? Это беспредел. Кому-то понравилось, кому-то приглянулся особнячок. Либо вообще все это застроить. Особнячок только предлог. Все уруинирует. Вот это тоже старинное, старинное здание. Были мы здесь, к сожалению, когда была ночь. Там внутрь нас пустили посмотреть, съемки плохие. Здание разноугольное. Вот оно разноугольное. Шлюзовая улица. Шлюзы, значит, здесь были. Здесь тоже все порушено. Так вот она, Шлюзовая улица. Тоже старый-старый дом. И завод здесь был, и жилые помещения здесь были. Целый квартал. Там внутри целый квартал. И все это исчезающая Москва. Вот она тебе, район Павелецкой. Там дальше все застроено стекляшками. Вся набережная обводного канала. А здесь все разрушается. Потом здесь тоже выстроятся стекляшки очередные. Красавчик. Ну вот неужели нельзя было это сохранить? Вот если бы за этим ухаживали постоянно, значит, его бы сохранили, чтобы с ним было. А зачем? Ухаживали бы. Да, сейчас вот он и проваливается. Конечно. Будет как новое там. Ну вот кто делал такие разноугольные дома? А там острый угол с той стороны. А здесь он тупой. Вот как хотели, так и строили. Под любую архитектуру можно было построить все это. Просто жаль, жаль. Вот Шлюзовая улица. Здесь тоже, по всей видимости, что-то было. Вот здесь забор сейчас стоит. Вот они так идут. А что за дорогу не здесь проходит? А? Там дорога за ней, да. Там дорога и набережная обладного канала. Екатеринский канал, представляешь? Вот когда его делали? Когда засып этот был в 19 веке. Уже как бы все к этому пришли. И в том числе подтверждают. Только у нас разница. Я считаю, что в 1860-м, а есть другая версия, что в 1840-х. Вот они так считают. Ну, 19 век, неважно. А канал, когда его строили, какой был уровень земли? И какой уровень набережной? Либо его тоже достраивали, этот канал? Вот тоже интересно. Ну да, если уровень воды Мирового океана поднялся, общий в 18 веке, соответственно, это все заливалось, какое бы оно ни было. И оно все заболачивалось. Даже если здесь стояли дома, они, кстати, может быть, и подгонивали из-за этого. Потому что дома-то старые. Раз здесь палата 17 века. Значит, здесь все это было. Постройки-то, да? Они могли подгонивать. Потом сделали этот обладной канал, осушили, получается. Ну, хоть в таком виде, но стоит. Но, значит, подгонивали. Наверняка она все это затапливала. Вот эту местность. Она, может быть, тоже была какая-то неровная. Потом уже выравнивали. Выравнивали Москву в 1866 году. Это я знаю точно. По книгам. Вот уже делали ровные такие дороги. Но улица известна с 14 века. Вот это место официально. А неофициально они там вглубь идут. И в 12 век он идет, уходит. И в фатьяновскую культуру он уходит. И 5 тысяч лет. То есть здесь люди жили, реки люди жили всегда. Так, ладно. Когда, в каком году? В 1147 году. Ага, ага. Ну, 12 век, получается. Ну, конечно. Мало того, был город, потому что он, получается, как захватчик пришел, долгорукий. Потому что здесь уже жили. Ему это просто все понравилось. Он ехал-то из Киева к своему сыну, насколько я понимаю, во Владимир. Проезжал мимо Москвы. Опять-таки, здесь все это какие-то легенды. Что он сейчас проезжал. А сын у него, как во Владимире, оказался. Он не знал, что здесь Москва? Тоже, да? Вопросы, вопросы. Ну да. И о том, ли мы Владимире говорим. И о том, ли мы Владимире говорим, да. Вопросы, одни вопросы. Потому что легенды они нам тут понаписали. Не расхлебать. Вот едут машины и умирающая Москва. Люди едут мимо по своим делам. А здесь тоже ходили люди. Ходили по своим делам. Много веков ходили. И дом эти были построены. И вот ходили и жили со своими судьбами. И никому не надо. Итак, это была обзорная видеопрогулка. Мы шли конкретно к палатам 17 века. А оказывается, по официальной версии, даже в Википедии написано, что они 16 века. Поэтому истинная датировка этих палат. И самой этой улицы, когда это все застраивалось, вот эти сводчатые основания, под каждой усадьбой, которые были, и часть осталась. Неизвестна датировка. Она более древняя. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. Подписывайтесь на мои каналы. Оставляйте свои комментарии. Делитесь этим видео. Пускай люди видят, что происходит с Москвой. Пускай подключаются общественники. Пускай мы все подключаемся. Нельзя быть равнодушными. Нельзя, когда на наших глазах сносится исторический облик Москвы. На каждом поколении. Понимаете, каждое поколение стирает память. Что мы оставим детям своим, потомкам? Что останется от Москвы? С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. До свидания.